В преддверии Дня народного единства, который страна отметит 17 сентября, ведущие общественные организации запустили акцию «Беларусь-одинае». Проект стартовал в Молодечном, на карте райцентра и областные города. Популярные спикеры выступят в Березе, Светлогорске, Орше, Лиде, Могилёве. Завершится проект в столице. В стране будет разработана программа строительства и модернизации свиноводческих комплексов. В планах построить 14 сооружений с внедрением новейших технологий, которые заменят несколько малых. Расчет на 24 тысячи голов. Это позволит увеличить объемы производства мясной продукции, плюс получить высокую рентабельность продаж. «Динамошинник» победно стартовал в новом сезоне МХЛ. Дома был повержен «Тайфун» со счетом 6-5. «Бобры на льду» появились в обновленном составе. В стане сразу 14 новичков, которые уже успели себя проявить. В стартовом матче 4 шайбы на счету новобранцев. 5 сентября между командами состоится второй поединок. Старт в 17.00. Бобручанка лидирует в голосовании за звание «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовали более 46 тысяч человек. Борются за бриллиантовую корону 24 девушки из регионов и столицы. Архитекторы, воспитатели, инженеры и будущие врачи. На кону автомобиль и поездка на «Мисс Мира-2024». Финал конкурса намечен на 8 сентября. В 35-й школе имени Павла Батова Бобруйский Гручейс ко дню знаний подарил сертификат на приобретение программно-аппаратного комплекса. Вызов службы МЧС с системой распознавания речи. Тренажер ведет диалог, отвечает на вопросы и советует, как поступить в той или иной ситуации. Образовательный модуль отлично дополнит комнату безопасности.